...калифорнийский вечер и гимны, национальные гимны Колумбии и Прагвая при явном совершенно превосходстве колумбийских болельщиков. Гимны, гимны, национальные гимны, национальные гимны, национальные гимны Колумбии и Прагвая при явном совершенно превосходстве колумбийских болельщиков. Гимны, гимны, национальные 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 гим Портис, 21-й, Оскар Ромеро, 11-й, Эдгар Бенитос, 19-й, Дарио Лескану. Рамон Диас, главный тренер парагвайской команды. Мы видим капитанов, мы видим и судейскую бригаду. И вот на такую интересную деталь, на такой факт, не только мы сегодня будем видеть противостояние двух действительно очень хороших команд, но и тренерское противостояние двух аргентинских специалистов. С одной, с другой стороны, Рамон Диас, он моложе чемпионом мира вместе с Марадонной в составе молодежной сборной. Народившемуся вот этому новому звездному поколению эта команда во многом креативная, готовая катать. Победы над сборной Соединенных Штатов Америки укрепились в этом мнении также многие, но при этом не следы колумбийцы и не проходили далее. А вот сборная парагвая, которая... Нетривиально, Дарьо Лескану играет всего лишь навсего за немецкой. Имеет такой сумасшедшей скорострельностью, результативностью в последних трех встречах. Отборского цикла. Таунинг в атаке, удар по воротам. Это чуть уже лучше, чем предыдущий удар, но опять мимо. Бил поворот этой сборной, ведь получил травму в игре против Соединенных Штатов Америки. Этот талантливейший игрок. Были проблемы с плечом. И, ну, буквально до последнего, да, до, наверное, ну, может быть, за час этой игры мы точно уже были в этой встрече. Колумбийцы первый тайм провели действительно очень здорово. Они доминировали, они играли раскрепощенно. Достаточно много сумели моментов создать. И гол не заставил себя долго ждать на 12-й части в этой встрече. Ну, резонно совершенно темнили, конечно же, в колумбийском стане. Конечно же, это ключевая фигура. ...ходной зоной, поэтому не получается развить атаку у сборной Парагвая. И потери. Колумбия идет угловой. Давай посмотрим, как Хамес сейчас выполнит этот стандарт. Колумбия достаточно активно и задорно начинает этот матч против сборной Парагвая. Подача! Ночью, если им комиксы какие-нибудь такие чернушные из этих персонажей составить. И вот, пожалуйста, второй подряд угловой удар. И Карлос Бакка, центральный нападающий колумбийской сборной, открывает счет на 12-й минуте. Здорово играет Карлос Бакка. Прекрасно был выполнен угловой. Но есть вопросы к защитникам сборной Парагвая. Сдержали грозного нападающего. Почему они позволили ему нанести поворот? Вроде бы в окружении даже двух соперников находился Бака. И тем не менее выиграл эту борьбу. И пробил, не доработал Мигель Самудева прежде всего. Шестой номер, который отвечал в этом моменте за Баку. С помощью рук он даже пытался ему помешать. Пытался его остановить. Но как здорово и оттолкнулся от газона. И в нужной точке встретился с мячом Бака. И проявил атлетизм. Выиграл это единопорство. По сути продавил. В серии А. И, кстати, за сезон Милане наколотил 18 голов. И в этой встрече сумел отличиться. Нам еще раз показывают наши американские коллеги. Как после углового Бака великолепно сориентировался. И пробил первого матча против США. Забивали Сапата и Хамес Родригес. Вот и первый гол Баки на этом турнире. Ну, наверное, немаловажно сказать, что и в Милане, в команде, которая сейчас, ну, явно на тех же скоростях действует, что и колумбийцы. Вот Лискана мяч потерял. Попробовал. Вот, посмотри, да. И все равно 6 игроков даже не попробовали перейти в атаку. Левый фланг. И тут есть варианты. Хорошая передача. Будет на удар. По воротам Родригес справляется. Но Сагуны. Тоже игрок более чем опытный. Ему 39 лет. И он по-прежнему защищает последний. И умение где-то и продавить, где-то и в силовой манере сыграть Карл Собаке хорошо известно. Ну, а это удар, которым чуть не снесло, как взрывной волной, вратаря Хуста Вильяра. Он устоял. Ну, очередное подключение очень продуктивного защитника левого Фарида Диаса закончилось в этих стоических парней по прозвищу Буарани. Ну, давайте так. Давайте действительно в их вот этот несгибаемый характер команды. Вот он угловой. Это все-таки такое положительное действие со стороны Падрадо. Он получает мяч в штрафной площади. Вот две победы на чемпионатах мира. Две победы на молодежном чемпионате Южной Америки. Ну, и интереса к футболу. И по-прежнему мы видим, что он придумывает вот с этой своей команды, со сборной Колумбии на футбольном поле достаточно действительно... Мурильо Хамеса Родригес установил мяч и будет придумывать стандарт. Я противно мать, как реагирует стадион, который в основном заполнен, естественно, болельщиками сборной Колумбии. Подача на выходе играет вратарь. Смотрим повтор. Мурильо, да. Это Мурильо шел тоже на мяч. Никак не хотел, конечно, он... По-футбольному игровой рабочий момент вратарь опережает Мурильо, повторяю, футболистам, ну, скажем так, не имеющих должной игровой практики, несмотря на всех былые заслуги, да. И, наверное, он и сигнализировал, прежде всего, речь о Мартинесе, что если ты играешь... Вот такой сигнал прозвучал от Пикельмана, и он пригласил вместо вот этих известнейших футболистов достаточно много молодых игроков. Очередная атака сборной Колумбии. И опять Фарид Диаз включается в атаку. Здорово, как играет Кордона. Закидывает мяч за спину сопернику Хамес на дальнюю штангу, но не кому-то конкретно, а просто... Все-таки верить. А что касается противостояния, то если вообще всю историю перелопатить, а, как известно, любой отборный чемпионат... Приема мяча атакуют соперника и создают самые-таки... Тебя прессуют, когда тебе головы не дают поднять, созидать игровой футболистам Парагвая. А ведь уже пошла 30-я минута. А вот здесь еще и попробует включиться Бакка. Один против двух. И на партнера. Могло, наверное, здесь быть и поинтереснее. Но вторым темпом... Хамес Родригес 2-0. Колумбия Парагвай. Второй мяч сборной Колумбии. Второй гол на этом турнире. Капитана колумбийцев. Ну и просто в экстазе сейчас находятся болельщики сборной Колумбии, находящиеся на стадионе Роуза. Болл Пасадени. 2-0. Там сразу же несколько было моментов для удара. И казалось, что эта атака уже заклевнула. Здесь вот Бака делает скидку. Но партнер не успевает пробить. В этом игровом эпизоде это был Кордона. И тем не менее, все равно есть. Он доборолся. Он сбросил мяч на своего капитана. Ну и здесь уже на поражении. Ну молодец. Во-первых, Бака, который навязал борьбу. Даже не двум, наверное, а трём защитникам. Сумел проткнуть на Кордону. Тот, в свою очередь, под прессингом откинул мяч на Хамеса. В общем, такой командный хороший гол. Просто здорово. Ты абсолютно прав, что отмечаешь командный гол. Потому что никто раньше времени не выключился из игрового эпизода. Все бежали вперёд. В свои. Пасом голевым. Потенциально пасом на Хамеса Родригеса. А вот так уже забивался второй гол. И снова Бака. И снова Хамес. И прекрасные командные действия. Как мы уже отмечали, никто не выключается. Каждый занят работой. Работой вот в тот или иной миг командный. И в конце концов в мяч приходит Хамесов. Капитан здорово бьёт с левой ноги. В дальний и нижний угол. И вот такая вот реакция главного тренера сборных. Свои атаки готовили. Причём в основном перекатывая мяч в районе центрального круга. Ну вот именно, что это даже, наверное, не тщательно. Не может пройти мимо встреч той или другой южноамериканской команды. Потому что все 10 команд играют в одной большой компании, в одной большой семье. В этом отборочном цикле они ещё между собой не играли. Я имею в виду отборочном цикле к российскому чемпионату мира 2018 года. То ситуацию довольно-таки здорово себя поправили колумбийцы. В двух последних мартовских матчах они добились двух побед. Соответственно, дома. Самым перерывом её удалось соорудить футболистам сборной Парагвая. И затем штрафной. Не повезло Лисканову, повезло сборной Колумбии. Но ещё раз отмечу, даже если друг другу отвлекали в какой-то миг на себя внимание. Тот, кто должен был отбороться, отборолся. Ну и затем представитель Мадридского Реала в составе сборной Колумбии. Хамес Родригес очень искусно пробил в дальний угол. С другой стороны, Парагвай как бы напомнил. Напомнил и сопернику, и нам, что вот он его конёк. Вот эти стандартные положения. И вот он опыт до Сильвы. Ох, как здорово! Хамес сделал передачу партнёров касания. Это был Бака. Мучившийся Аргентина, тем более Бразилии. На мой взгляд, Колумбия предстаёт вот на фоне этих двух пока ещё неполных матчей с США и с Парагваем. Как команды, которые действительно способны на многое. И не только потому, что у них такой набор исполнителей, но потому, что они такую игру в таком... Но вот то, что мы видим, видели в первой игре, то, что мы видим сейчас, аргентинские. Ортис, например, в Голландии за АЗ выступает. Причём давно. И, ну, так же мы уже говорили, вначале вспоминали. Хорошо знакомый не только нам, но и нам в том числе, Нельсон Аэда Вальдес. Играет вот здесь, в Мейджор Лиг Сокер, в МЛС США за команду Сиэтл Саундерс. Да, если вспоминать первый тур, то хорошо нам знакомый Вальдес. В красно-белых полосатых майках. Вот Радам подхватил мяч и своевременно его перевёл на предположенный фланг, на Хамеса, тот штрафной. И вот здесь... Группа А и, кажется, многое может решиться спустя 45 минут игры. Я имею в виду, прежде всего, для команды Колумбия, которая в случае победы гарантирует себе не просто выход из группы, а выход с первого. Парагвайской сборной, но это только первый тайм. А футбольный матч состоит из двух таймов по 45 минут, плюс добавленное арбитром время. И, конечно же, ни в коем случае колумбийцам нельзя уже сейчас представить и поверить в то, что три очка у них в кармане. И они побеждают и досрочно выходят в плей-офф Кубка Америки. Я уверен, что Парагвай в случае предпримет попытку как-то в игру вернуться и сделать так, чтобы второй тайм не стал такой лёгкой прогулкой, пустой формальностью для колумбийцев. И команды уже появляются на футбольном поле стадиона Роузбол. Это Пасадена, штат Калифорния, округ Лос-Анджелес. Сейчас в отличном настроении после первого тайма находятся многочисленные болельщики из Штатов Америки со счётом 2-0. То, что касается первого тайма игры против Робил Низом, в дальний угол. Ну и показывают нам неоднократно Хайместер Родригеса, а мы с Владиславом не раз уже упомянули о месте событий, стадион Роузбол. Играющий под 11 номером у Торреса номер 16. Ну и также отметим, пусть и не очень заметно играет, но полезно Себастьян, чительно после стандартов. И галкипера лондонского Арсена. Давай посмотрим стенку из двух человек. Аргентинские тренеры сегодня друг друга противостоять. Такой аргентинский след в сегодняшнем матче. И такое весьма-весьма заметное падение Хайместа. И судья не среагирует. В сборной США падал. И потом многие обратили внимание на повторах, что дальний угол в цель не попал. И пока сборная Колумбии даже близко от того замечательного футбола, который удавалось демонстрировать в первом тайме, не показывает в тайме втором. И восприяли духом парагвайцы. Но сейчас они вынуждены обороняться. Теперь мы уже увидим угловой у противоположных ворот. Вот в чем причина? Колумбийцы решили, что можно где-то и постараться вновь вернуть ту игру, поймать ту игру, которую они показывают. Их-то сверх усилий абсолютно органично имеют свои моменты. И действительно напрягает оборону во главе с клавиным ворот Давида Аспины. Я хочу отметить, что, например, в прошлом сезоне, когда проводился в Чили Кубок Америки, парагвай на групповой стадии никому не проиграл, проведя нежели в первом тайме. Буквально вот несколько слов о тренере. Мы уже говорили, что это в прошлом известнейший футболисты сборной Аргентины. И выступал он вместе с Диего Марадонной. Но, между прочим, он не только был успешен в чемпионате. Простите, опасный момент. Это был не удар, я думал, это была прострельная передача. Справляются защитники. Хаббас призывает Лоренца к чемпионским титулам. То есть, в общем-то, такие успехи и достаточно серьезные были у этого наставника. И команда, которая... Ну, Дима сборной проглает для того, чтобы сократить отставание от сборной Калуби. Но Калубицыя контратакует. И как же не Брестус сыграл в завершающей стадии. И вот здесь же это делать умеет. Но вот в этой ситуации допустил ошибку. А Лунбе продолжает атаковать. Отличная передача в фахну. Удар, гол. Там было падение. Показал, что Субья готов на остатке стадии. Вот эти контратакующие рельсы. А в сайт есть. А в сайт есть. Только, по-моему, не у Гильермо Селеса. А у Карлоса Баки. Который, собственно, ворот это и поразил. Да, так и есть. Так и есть. Действительно, он был ближе в момент передачи. С 0-2. Может быть, выйти даже и на ничейный результат. Колумбия. Колумбия должна отвечать своими атаками. Колумбия должна поставить на место парагой. И такая попытка предпринимается моментально. Хамес бьет поворотом. Мажет. И это первый гол команды. Последнего напрягая соперника у лицевой линии. И опять. Вот смотрите, маленький черточек. Это тот самый Куадрадо. Это немного растерянный. С концентрацией внимания все в порядке. Удар не самый сложный. Но, тем не менее, к нему оказался готов. Колумбия вновь идет вперед. Капитан Хамес делает передачу. Правее на Куадрадо. А здесь начинает какие-то фортеля. Тут одной ногой вытворять квадрат. Вот это хорошо. Вот это красиво. Хамес Родригес. Удар. Попадает защитник. И еще один удар. Только Хамес Родригес там, наверное, мог теоретически еще в первом тайме поучаствовать не в двух, а в пяти забитых мячах. Но это уже совершенно история забытая. И хвастая форт. За две минуты две желтые карточки Оскара Ромеро. Хотя бы, опять же, в тех самых пресловутых стандартах зависело очень и очень многое. Здесь закопался сам. Ну а дальше вы видите, как он играет сначала против Хамеса, а затем против и Селеса. Гильермо Селес. Бежать контратаку у сборной Колумбии уже вряд ли, но с мячом по-прежнему игроки в белой форме. Хамес по страху. Выгод 1-1. Надо решать момент. Не хватает поля, пространства. По сценарию первого тайма, что это возможно. Спастись Парагвай в такой ситуации. Это уже последние секунды основного времени матча. Совсем скоро компенсированное количество времени мы узнаем. А пока Хамес ведет свою команду вперед через левую бровку. И снова он с мячом. Хороший пас. Хамес поднимает голову, оценивает ситуацию через паузу. Зарабатывает только... Я не пытаюсь шутить, иронизировать. Дескать, бей вперед, игра придет. Здесь просто времени практически уже не остается. Но, видимо, и сил не остается. К тому же, не будем забывать, что Парагвай... О-о-о! И был у нас. Наконец-таки заставил о себе говорить Санабри. Антонио Санабри. Но пас вышел неточным. И вот уже 4 в 3 атака. Ну, конечно же, безобразно. Но, видимо, уже просто силы не то чтобы на исходе. Их уже просто не остается. И на фоне усталости вот такие вот ошибки. Такой вот брак. Вот и атака. Ну, и здесь будет выход один на один или нет? Будет! Пас не совсем удобный. Варсайт еще, по-моему, дней секунды этой встречи. За первый тайм мы колумбийцам вправе поставить... Продолжение следует...